Сегодня состоялось торжественное открытие второй очереди Ульяновского наноцентра. Компании, занимающиеся инновационным производством, получили дополнительный корпус, площадью около 2500 квадратных метров. На нем уже разместились первые резиденты. Наша компания занимается разработкой электроники, программного обеспечения. Электроника разрабатывается в различных направлениях, как носимые устройства, так и промышленное оборудование и технологии умного дома. Резиденты наноцентра расширяются, им уже не хватает площадей, поэтому они стремятся занять место в новом корпусе. Ждут, конечно же, и новые компании. Как можно догадаться из названия, основным производством компании «Металлкомпозит» являются композитные материалы. Многие из них поистине уникальные. Материалы современные, необходимые для новых решений в области энергетики, электроники, атомной промышленности. Базовыми материалами являются у нас подложки для силовой электроники. Открытие второй очереди тоже было по-своему инновационным. Красную ленточку не разрезали, а разбивали молотками. При этом ее предварительно вымочили в жидком азоте. Именно с опорой на этот центр мы будем решать задачу качественного изменения региональной экономики, которая превратится по-настоящему в конкурентоспособную, в передовую, что позволит, несомненно, сделать Ульяновскую область одной из самых богатых, самых успешных, самых красивых и счастливых в территории Российской Федерации. Ульяновский наноцентр входит в десятку лидеров национального рейтинга технопарков России. Поэтому открытие второй очереди имеет общефедеральное значение. Неудивительно, что оно привлекло внимание именитых гостей. Я считаю, что такие центры, куда приедут молодые, еще студенты, может быть даже школьники, создадут свои стартапы. Именно они начнут работать на сокращение того отставания, которое у нас образовалось после развала Советского Союза. И самое важное, что такие центры строятся здесь, в Ульяновской области. А для привлечения юных специалистов губернатор во время открытия подписал указ о мерах поддержки молодых ученых. Это поможет развиваться как наноцентру, так и всей Ульяновской области. Егор Тстов, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин